господа я надеваю белые перчатки по двум причинам во первых у меня есть небольшая травма руки но она скоро живет в этом нет ничего страшного но самое главное это то что мы сейчас с вами находимся в музее гон гаража особого назначения и сегодня с нами алексей викторович мое великое почтение можно я пожму без перчатки левой рукой так уж получилось и перчатки надеваю неспроста сегодня мы хотим для вас показать эволюцию автомобилей первых лиц государства и именно перчатки надевают для того чтобы не заляпать своими жирными пальцами эти настоящие произведения искусства потому что это музейные экспонаты в коллекционной ценности и какую-то маленькую царапку нанести на них просто не позволит мое сердце алексей викторович вам все карты в руки расскажите всю историю которую вы знаете относительно автомобилей первых лиц государства и их эволюции но смотрите история автомобилей первых лиц начинается на самом деле вот с этого автомобиля это зис 101 машину производили серийно на первом государственном автомобильном заводе имени сталина начало производства 36 год машина получилась такая достаточно спорная и уже на испытаниях стало понятно что первые лица в эту машину не пересядут а почему машина получилась тяжелая сражались за каждую лошадиную силу мощности то есть поднимали мощность как могли в основе каркаса твердые породы дерева вот достаточно скрипучие громкая была машина в гараже особого назначения такие машины работали как машины сопровождения для охраны машина возила чиновников возила военных руководителей была версия для такси шли работы по созданию на базе этой машины автомобиля скорой помощи но дальше экспериментов не пошло простите вас перебью версия для такси да 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 был был такой такси зи 101 а линейка моторов я вижу здесь 6 цилиндров нет это восьмерка рядная а восьми цилиндровый рядный двигатель вот на первых машинах он мощность была всего 93 лошадиных силы концу производства довели все-таки до 116 но моторы были здесь только восьмерки рядная восьмерка была до его дорабатывали использовали алюминий потом впоследствии то есть вместо чугуна то есть мы работали мотором почти все время производства этого автомобиля с машину выпускали фактически до эвакуации завода в сорок первом году первые бронированные версии делали на этих машинах сделали два опытных образца но она и так вот и учитывая мощность динамика не блистал а ну очевидно когда забронировали машину динамика как пропала совсем плюс отсутствие гидроусилителя тяжеленная машина и только физически очень сильный человек мог управлять таким автомобилем два вот этих опытных образца они как бы ну никуда и не пошли то есть это получилось так что на заводе сделал это ну здесь на тот место это как бы ну начала как бы первые опыты то есть дальше все что было наработано по первым машинам она ушло уже на 115 расшифруем для наших зрителей здесь это завод имени сталина насколько я понимаю да я сказал но правильно назывался первый государственный автомобильный завод имени стали наши вот эта машина это уже более поздний вариант скажем здесь 101 а последняя версия автомобиля то есть это конец 39 года таких машин было не очень много сделано но большая часть парка погибла во время войны а сколько всего их пошло это единственного по дорогам да это самая большая серия автомобилей московского завода машин была на конвейере сделали чуть меньше девяти тысяч штук больше зил и зис в такие большие серии никогда не уходил это большая партия действительно то есть основное предназначение как они использовались в те годы ну вот в гараже они эти машины были в гараже своего назначения как машины сопровождения в гараже также эти машины использовали как 2 3 машина в семью то есть для перевозки членов семей руководителей машина с водителем условно да 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 и в свободной продаже я так понимаю их не было нет 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 машина возила чиновников разного уровня вот генералов но 9000 штук по идее надо было как-то распределить то есть остается скорая да и такси как вы сказали ну скорая как бы была экспериментальная машина ну как бы не пошла не пошла такси были до учиться учиться и еще раз учиться сами знаете кто завещал обучение нынче в престижных вузах стоит не человеческих денег но каждому хочется зарплату от 100 тысяч рублей так что же делать есть два варианта первый вариант взять огромнейший кредит на обучение и долго и муторно его выплачивать но есть и второй вариант за девять месяцев пройти обучение в ката академии на java специалиста и получить стабильнейшую работу с гарантированной зарплатой от 100 тысяч рублей самое интересное что обучение в ката академии для вас будет бесплатно вы спросите а в чем же подвох да все очень просто оплатите вы обучение когда найдете свою первую работу по специальности как советское время по распределению да да вы не ослышались вы ничего не платите перед поступлением ничего не платите во время обучения и даже если вы не потянете программу ну простите да и будете отчислены вы все равно ничего не платите и только в том случае если после прохождения всего курса найдете работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей то ката будет брать 17 процентов с вашего чистого дохода в течение двух лет и все это прописано в договоре с академией на самом деле это очень похоже на советскую систему когда вы после окончания вуза должны были по распределению отработать какое-то количество лет на их предприятии но здесь все гораздо выгоднее немножко статистики в 2023 году 82 процента выпускников устроились на работу с доходом от 150 тысяч рублей в москве и санкт-петербурге и если ты хочешь стать одним из них то тебе необходимо первое пройти базовое тестирование ссылочка на который я оставлю в описании второе не жалея себя действительно впахивать на учебе в течение девяти месяцев и третье прикупить чемоданчик для того чтобы после обучения переехать в санкт-петербург или москву если вы еще не здесь желаю удачи ссылочка будет в описании и так салон но единственное что меня смущает коль скоро этот автомобиль но планировался для первых лиц почему он остался в белом окрасе эту машину восстанавливали ветераны завода зил и они приняли такое решение покрасить так вот ярко эту машину то есть они выбрали вот эту маль белого цвета производственной линейки автомобили белого цвета не было но логично да поэтому и смутило и так приборная панель но стандартно амперметр бензин вода масло спидометр причем груди ровка спидометр на секундочку до 140 километров в час мне возникает логический вопрос по коробке передач и тхх автомобиля в целом но коробка передач механика ну понятно сколько скоростей там 3 если я не ошибаюсь три скорости вперед причем но как бы сама система машины позволяла если машина не полностью загружена двигаться начиная движение со второй но видимо крутящего момента хватало вот так да крутящий момент у двигателя хорош на самом деле я честно говоря не силен в строении двигателя в инженерной мысли но каждый раз когда я вижу подобного рода советские двигатели я всегда удивлялся крутящему моменту потому что у нас был опыт эксплуатации старых двигателей еще газ им 20 безусловно эти двигателя гораздо старше но тем не менее вот этот крутящий момент который не выдают с низов я честно говоря всегда ему удивлялся и здесь простите мою серость и простите за тавтологию я вижу два сцепления а это на секундочку тридцать шестой год volkswagen power shift всего хорошего но это минутка иронии но тем не менее это так и опять же если мы обратим внимание мы увидим здесь пропил и сверловку на поршне это сделано только для того что если мотор уходит перегрев и температура возрастает этот двигатель не заклинит а будет продолжать работать потому что вот этот вот зазор назовем тепловым он компенсирует расширение поршня скажите мне пожалуйста почему так мне делать сейчас и если мы посмотрим мы здесь видим раз два три четыре но в принципе три поршневых кольца и одно масло съемное насколько я могу судить здесь 110 вот когда я вижу этот автомобиль я испытываю настоящий трепет я не знаю почему возможно кинематографом навеян возможно история возможно габаритами возможно энергии которые излучают этот автомобиль но почему-то это происходит алексей викторович по тхх и вообще по истории я так понимаю этот автомобиль уже возил первых лиц госу это легкая версия это не бронированный автомобиль с 36 года руководители государства у нас передвигались на машинах со специальной защитой кузова еще такие машины назывались автомобили скрытого бронирования поэтому эта машина тоже работала как машина сопровождения 2 3 машина в семью ну и возил чиновников разного уровня свободной продажи автомобиля не было очевидно первые советский автомобиль который штатно комплектовался достаточно качественным радиоприемником первые машины закрытые связи передвижные были выполнены вот тоже в этом кузове то есть машина как бы была в кортеже помимо охраны еще были машины спецсвязи история машины начинается с 14 сентября 42 года это самый тяжелый бои за сталинград в это время шли в москве в наркомате среднего машиностроения подписали приказ о создании новой машины высшего класса в 42 году 42 года разработка началась 42 года опытные образцы где-то это июль 44 и где-то во второй половине 45 года машина уже пошла в мелкую серию это просто обалдеть я никогда такого не видел вот это радиатор в нем видимо установлен будет небольшой термостат с механическим приводом который знаете что делает когда нагревается радиатор вот эта тяга открывает жалюзи потому что они закрыты по умолчанию и по мере прогрева не открываются обалдеть обалдеть это просто какие-то чудеса масленка данный конкретный автомобиль у нас за номером 1051 1051 модель 110 завод имени сталина охренеть я не знаю наверно сейчас надо использовать какую-то другую риторику но к сожалению я использую именно такую потому что она у меня на самом деле нет слов карбюратор воздушный фильтр ну понятно да что он еще масляный фильтр с другой стороны огромный стартер трамблер распределитель зажигания видим генератор видим фильтр тонкой очистки видим сапун это видимо топливный фильтр я могу предположить но не уверен но вот это самое интересное я так понимаю что вот это вот реле регулятор как тебе такое илон маск кем бы я себя чувствовал когда садился за руль этого автомобиля наверняка человеком у которого есть весьма неплохие полномочия во всяком случае корочка точно но больше всего мне начинают удивлять некоторые вещи стеклоподъемники электрические электрические стеклоподъемники не устаю повторять какой год начало работа автомобиля это сентябрь 42 сентябрь 42 года приборная панель ну как всегда в принципе все приборы которые использовались тогда и сейчас хотя сейчас приборов используется гораздо меньше свет щиток закур закур видимо прикуриватель я так понимаю но больше всего мне понравилась вот эта история дифростр дифростр судя по всему это обогрев лобового стекла то есть оттаивать лобовое стекло здесь написано выключена полная средняя низкая и дефлекторы дуют вот отсюда и здесь нас такая же я так понимаю трехступенчатая коробка передач до педали кстати расположен достаточно близко но в те времена несмотря на то что у водителя была корочка было ему не так удобно но зато чувствовал себя мужчиной но более мужчиной себя чувствовал человек который сидел вот там за этой шторкой за этим стеклом она электрическая вы не поверите одно электрическое папочки и все легким движением руки поднимается и опускается шторка электрическим образом стеклоподъемники все дела закрываем дверь очень кстати с легкостью стеклоподъемники чиньс при закроем россия викторович можно вопрос не по теме может просто вы чувствуете находясь в этом автомобиле чувствуя себя чиновником середины двадцатого века сушки на механическое открывание форточки но это реальный класс но это реально настоящий класс единственное что все-таки хочется сакцентировать свое внимание на автомобилях первых лиц я там вижу стоит бронированный автомобиль правильно говорить автомобиль со специальной защитой кузова или автомобиль скрытого бронирования вот он по карту по карту я так понимаю что это от количества цилиндров 12 в 12 лисе викторович мы действительно можем с уверенностью обсуждать что именно на этом автомобиле ездил товарищ стали но в том числе и на этом автомобиле потому что это реально гоновская машина 36 года вот эта модель 1408 было 6 автомобилей в не бронированных и в тридцать седьмом году купили еще восемь их было 14 машины работали они целых 14 лет до 50 года я просто сейчас голове пытаюсь представить то есть еще раз именно на этом автомобиле ну и на как ровно других таких же конечно передвигался сам товарищ сталин и члены другие правительства непередаваемые ощущениям я с вашего позволения приоткрою заднюю дверь я буду делать это очень нежно в белых перчатках потому что автомобиль имеет не только культурную историческую ценность но и все остальные в том числе какая толщина стекла интересно 7 сантиметров 7 сантиметров и они а они опускаются до работает обалдеть обалдеть толщина стекла и здесь чистый хром я не буду больше опускать но я не думаю что он до конца опускается и пробуйте честно я не хочу вопрос вам как знатоку алексей я не знаю это байка легенда или все-таки быль ходят слухи говорят что товарищ сталин ездил не на заднем сиденье а именно на тяжелое а именно вот на этом стульчике который я так понимаю в этом автомобиле подразумевался ну для охраны правда это или нет ну как это не место охраны скажем так это откидное сиденье это классическая схема лимузина в того времени сиденье такое странное слово она называется тропантен и на всей хронике на всех фотографиях которые у нас есть музей до который мы располагаем стали на самом деле садился именно на это сиденье не с этой стороны а стой то есть он садился не за шофером за передним правом местом почему есть такая байка что якобы был трусливым он не был трусливым человеком что впереди сидел охранник сзади на диване охранника он как бы между ними хотя на самом деле самая опасная проекция это боковая в волынском где сталин жил как подтверждение вот этой версии до которой сейчас расскажу у него была больная спина ему просто было здесь сидеть удобнее то есть это более вертикальная спинка жесткая то есть он был удобнее а в волынском он даже приходил на кухню залезал на печку убирал себе спину то есть вот эта вот версия она более правоподобно нежели чем какая-то конспирологии по поводу трусости здесь интересно другое но неужели товарищ стали не мог себе позволить сделать более жесткий диван там но для него делали специальные подножки но как он не переделал для себя опять же если посмотреть вещи которые хранятся в волынском он был достаточно аскетичный человек ну да тяжело спорить спорить с этим тяжело потому что можно его отнести все-таки каскетом двигатель в 12 ну что я могу сказать настоящее произведение искусства некоторые узлы и агрегаты я честно говорю не могу идентифицировать но некоторые могу если мы с вами посмотрим увидим две катушки зажигания естественно мы увидим с вами трамблер карбюратор ну понятно свечи генератор меня интересует вот эта тяга видимо видимо я предполагаю я не уверен на сто процентов но мне кажется это какие-то вихревые заслонки во впускном коллекторе возможно я не уверен ваши предположения если вы знаете напишите в комментариях потому что давайте сохранять какую-то интригу а вот эта вот история если я правильно опять же понимаю вот это вот трубка которая идет туда вот там находится главный цилиндр тормозов я подразумеваю что это что-то наподобие отбора вакуумника но тем не менее весь этот двигатель в 12 это что-то с чем-то это реально что-то с чем-то и здесь видимо мы видим точно такую же историю с термостатом на жалюзи то есть скорее всего он нагревался механическим образом приводил в действие жалюзи которые у нас сейчас закрыты да все горит в пользу этой теории но это же не теория это уже за это можно как говорится отвечать не интересует вот это что такое алексей викторович ну вот эти вот детали это дай культуре не декор это прибор на самом деле машина 36 года вот первый который закупились первой партии шести машин у них был неразресной перед передний мост то есть подвеска скажем так была зависимая и на некоторых режимах движения возникали паразитические колебания так называемый эффект шимми это не что иное как демпфер который гасит паразитические колебания там внутри системы из двух пружин и заливалось масло ну что машина 37 года к следующей партии закупки уже таких смешных деталей не имела ничего себе но этого года комфорта в угоду комфорта либо действительно мотор был в 12 хотя несбалансированный мотор в 12 тяжело себе представить но тем не менее я думаю что это все таки в угоду более более комфортного комфортно я предполагаю я не уверен могу только предполагать но тем не менее достойно так я так понимаю это выполнял функции не только гасите гасители колебаний но еще и какую-то демпфера потому что здесь такие вот я так понимаю это кованые листы которые гасят удары потому что даже потом впоследствии на вооружение взятая и на победах такое видел надо с первых волгах но конечно не в таком исполнении а в более есть так можно выразиться современным но тем не менее я предполагаю я не уверен ну демпфер и гаситель колебания это в принципе синонима можно я присяду конечно лукавить не буду я пересел с левого места на правое где непосредственно сидел сам товарищ сталин ну и как вам георгий на месте сталина на месте на месте отца народов тяжело тяжело алексей викторович с уверенностью могу сказать что прям груз ответственности давит еще сильнее максимально сильно прямо скажем не для меня местечко лукавить не будем сильно вы просто не можете себе даже представить какая здесь энергетика вот на секундочку как бы здесь очень сильно я бы даже сказал что можно даже использовать фразу вместо силы не шучу еще одна машина здесь 115 но на этот раз броневик он примечателен тем что этот автомобиль сохранился в аутентичном состоянии то есть он не реставрировался и несмотря на то что он броневик так никому и из лидеров на нем поездить насколько я понимаю не удалось потому что он все это время почему-то по каким-то причинам оставался храниться на заводе почему тяжело себе представить но тем не менее если мы обратим внимание как здесь все собрано вот именно бронированный автомобиль 115 есть на что обратить внимание бронированная дверь вес тяжело себе представить россия викторович здесь я вас слушаю как бога на самом деле вес двери там чуть меньше чем 200 килограмм у двери и страховочная цепочка чтобы не дай бог она не открылась движение потому что если что-то попадет между дверью и проемом это будет слушайте действительно это вот эта цепочка как на двери в квартире да ничего себе страховка к и она вот сюда да да вы посмотрите не ну вот это конечно вот этот как правильно сказать то фланец не знаю как-то упор который входит зацепление сюда стеклоподъемники ну по сути это домкрат они гидравлические да 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 а можно попробовать можно то есть я беру открываю кран они спускаются ну в реальном своим весом она и давно очевидно я закрываю а вот это насос им надо качать вот так вот ручку вы серьезно тут даже наверное правильно говорить не стекло а плита потому что это склейка из разных стекол они подбираются по разной степени закалки то есть самое внешнее стекло это самое как бы сильно закаленное внутреннее стекло уже более мягкое то есть чтобы не допустить разлета осколков я хочу задать вопрос для чего делается бронированная капсула она делается для того чтобы сохранить целости и сохранности человека который находится внутри автомобиля дик зачем делать стеклоподъемники правильно сказать что здесь нет кондиционера и машина черная на солнце она нагревалась и поэтому была возможность опустить стекла чтобы проветрить а здесь нет конди нет в этой машине нет кондиционера вентиляция какая должна быть предусмотрена вентиляция печка отопление то есть но все равно в этой машине в большой черной машине на солнце жирковато скажем так можно я присяду в броневик слушайте братцы вы не представляете какой испытываю кайф дело в том что обычных посетителей музея ну не пускают автомобили потому что если пускать автомобиль очень быстро экспонаты коллекционные экспонаты превращаются в ничто потому что зачастую не все люди аккуратны и не все ходят даже в белых перчатках чтобы хоть как-то прислониться к этой истории но сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть и рядом со мной почувствовать как все-таки какие эти автомобили были кто на них ездил и как они работали и показать вам все технические лайфхаки которые я сам знаю знаю безусловно не все знаю зачастую пожалуй даже процентов 10-20 но учиться учиться еще раз учиться сами знаете кто говорил круто автомобиль который не реставрировался вот именно таким он был причем обратите внимание здесь двое часов но это выключатель света очевидно вот плафончик не знаю зачем правда не знаю но наверняка смысл в этом был здесь ручку крутить не буду в принципе понятно что она поднимает перегородку с органов управления в принципе то же самое как и на том не бронированного долго или коротко мы добрались до эпохи никиты сергеевича хрущева поэтому алексей викторович вам все карты ру в руки потому что про это здесь 110 b кабриолет на секундочку я ничего не знаю но смотреть кабриолет в общем-то сделали его и начали производства мелкосерийная еще при жизни сталина но безусловно в историю машина вошла как автомобильники сергеевича хрущева то есть никита речь хрущев когда стал руководителем государства он не пользовался бронированный автомобиль надо совсем а почему отказался но считал себя народным лидером и боятся своего народа как-то ему не было не с руки было совершенно не с руки наоборот это старый чудо военной любовь кабриолетом фаэтоном а и он же придумал традиции встречать почетных гостей в аэропорту внуково и по ленинскому ехать кортежем москвичи выстраивали с ложочками с цветами а вот такие машину мог даже использовать как трибуна когда приезжал какие-то отдаленные колхозы эти бы маленькая ремарка по поводу броневиков и открытых автомобилей кеннеди тоже так думал ну это маленькое лирическое отступление вернемся все таки автомобилем потому что во главе угла у нас стоят все-таки не а почему цвет такой бирюзовый но он не совсем бирюзовый кстати когда у нас вот женщины в музее приходит ведь машина они все говорят что и цвет киффани она да я не специалист на самом деле это парадная машина красилась она потому что парад главный считался ноябрьский под парадную маршинскую шинель вот такая серо-зелено-голубая но это же не он ну этот цвет как бы не попадания туда куда нужно но ну некая такая скажем так отсылка к этому цвету и вообще эта машина кабриолет и очень любили киношники если вы помните фильмы осечной профессию якин своих подружек возил на такой машине открытой она у него была и на передней двери было написано съемочной они в кино любили и ценили эту машину она очень плавная мягкая и если убрать откидные сиденья там можно штатив прямо поставить и делать в движении качественной кадры мне очень интересно как крыша реализована потому что кабриолетов здесь 110 я честно говоря ну не то что не видел не знаю как это устроенный работает поэтому я думаю что сейчас мы это покажем непосредственно каркас самой крыши дерево сталь хромированная кстати машина очень большая ну тут грех говорит что она могла быть маленькой она действительно очень большая и крыша я так понимаю этого кабриолета складывается механически механически до одному человеку это сделать очень сложно но вот что касаемо к классификации кабриолет не кабриолет вот этот целлоидная так назывался материала пальцами стекло да не смогу как раз не позволяет его назвать полноценным кабриолетом то есть такой кабрио фаэтон если бы стекло было бы автомобильная то все таки вот но такая классификация это вот одна из последних машин вот уже с этой конструкции на самых первых не было стекла вообще потом делали переднее стекло вот это стекло было тоже вот из такого материала входил в состав верха вот и только под конец производства вот такие машины появились а как же они без передних то стекла я не очень понимаю было ветровое стекло ветровое пластиковое стекло крепилась она кверху и просто закрывалась а и все оно входило в состав верха я понял то есть подумала здесь не все я понял только потом стали стекла да еще отличие кабриолета от лимузина а у них нет электростеклоподъемников они ручные но сделано это понятно что влага влага попадает да да все опять же вы смотрите мы посмотрели 110 у него задний диван всегда обшивался дорогим сукном то есть по аналогии с каретами кожа попроще для кучера для шофера сзади всегда сукном в кабриолетах все кожа опять же из практически соображения по поводу влаги погодные условия и прочее 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 ну чтож один из моих любимых генсеков выходит на арену товарищ брежнев вот этот период как бы нелегнида ильича брежнева ты все поторопился да немножко потому что это еще некий сердеевич хрущев причем но документов нет но есть такая как бы легенда что он дает задачу коллективу завода зил завод зил переименовали в 56 году чтобы машина у него была не хуже чем у американского президента машина сделана по американской моде по некоторым даже американским стандартам но это было так популярно зил 111 был собран в пятьдесят восьмом году первый окнообразец а чуть позже машина пошла мелкую серию уже с кондиционером и получила название зил 111 а то есть коробка автомат уже в отличие от предыдущих и уже v-образная восьмерка 200 лошадиных сил и кондиционер то есть самый вот люкс который только можно себе представить автомобиль опять же как все машины зила как лимузины она очень плавно очень мягкая комфортно очень машина а гагарина не на этой машине встречали гагарина встречали в этом кузове но на кабриолете ну да 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 и машина была серо-зеленого цвета как раз причем ехал в машине он с хрущевым и супруга гагарина было аккуратно открываем замки уже более свежего образца электрические стеклоподъемники вентиляции который идет в дверь она выходит здесь она скорее все идет на задних пассажиров но здесь но здесь алексей викторович что здесь происходит я хочу прокатиться на этом автомобиле я реально хочу прокатиться драйв нейтраль паркинг задний ход ну понятно амперметра бензин давление температура градуировка спидометра до 200 километров в час ну запасом скажем так не ездила на 200 коробка автомат а сколько передач в автомате но это еще двухступенчатый автомат самый это первый зиловский автомат смысле две ступени но всего две ступени на чуть позже уже сделали трехступенчатый всего две ступени но опять же момент у двигателя такой что ну нормально ездить было можно не буду отсюда выходить мне очень нравится эта машина мне очень нравится несмотря на то что зачастую иногда ее путают по внешности с чайками чайка вон там на самом деле стоит у нас буквально через дорогу но почему-то эта машина мне нравится больше ну потому что правильно чайку называть седан большого класса а вы сейчас находитесь в лимузине высшего класса то есть понимаете да разницу седан и лимузин до того пока я здесь не посидел честно могу сказать не понимал теперь понимаю кстати опять же по одной из легенд то что машины получились похоже очень не понравилось хрущеву прямо ему самому и он потребовал чтобы зил провел сейчас это надо говорить о фейслифтинг что это личное указание чтобы перейти на следующую модель он не хотел чтобы упутали с уровнем министра а вот так вот да то есть ему вот не очень не понравилась схожесть этих а как же это клеивается с тем что убрать броневики и быть ближе к народу но тем не менее я и уровень министра ну статус руководитель никита сергеевич тоже да сергей был интересным человеком у него но он динамичный лидера первое атомная электростанция полет в космос это все при нем было но он был достаточно амбициоз с этим спорить тоже тяжело вот задняя дверь а как вы видите все время забываю строп антен и строп антен это какое-то французское не знаю название итальянское почему они так откидывающие сиденья откуда пошло не могу сказать надо да если вы знаете мы сейчас не можем убить но если можете нагуглить а я хочу окунуться в лимузин и на секундочку шерстяной салон знаете что я до этого шерстяных салонах не сильно-то и сидел и я могу сказать что вся ваша кожа рожа и все дела начинает несколько отдыхать потому что не скользит на морозе комфортно экологично ну в общем-то и целом они вся вот это вот ваша эко кожа спасем планету спасем планету планета в порядке это людям кранты экологам вот такие должны быть автомобили где леонид ильич на следующих автомобилях уже появится ли они получим зил 111 г практически новая эра автомобиле строения в союзе советских социалистических республик и автомобиль дома из из моих любимых генсеков уж простите за тавтологии повторю еще раз леонида ильича брежнева кстати ходят слухи что он был замечательным водителем и с этим связано огромное количество приключений истории но об этом чуть позже и так автомобиль зил 111 г до лимузин кабриолет зил 111 д на самом деле технически машина это 111 а скажем так из технических новинок только для безопасности опять же по тому времени это было нормой здесь двойной контур тормозов вот так это ну прямо скажем так фейслифтинг предыдущей модели о котором мы уже говорили кабриолетов было всего 12 штук машину делали как парадный вариант но так вышло что ни в одном параде эта машина так и не поучаствовал но больше всех она перевезла наших космонавтов на торжественных встречах космонавтов встречали всегда торжественно собиралось очень много людей но герои покорители космоса то есть люди такой самый романтической профессии ну в то время и можно сказать что вот эти машины тоже вошли в историю как в историю попыток покушения на наших руководителей 20 я не слышал об этом 20 22 января 69 года в стране встречали экипаж союз-4 союза 5 1 стыковка в мире в космосе очень тяжелый полет сами космонавты пропали такой стишок сочинились шатали шатались волынили волынили них руна не сделали еле сели эту фамилии космонавт участников волынов кстати приземлялся отдельно у него был не штатный спуск он получил травмы а у него была сломана верхней челюсти корни зубов ехал он в кремль загримированная на обезболивающем так как было холодно и мороза космонавтов за 300 метров до везда в кремль на большом каменном мосту посадили в кабриолет даже не посадили а поставили езжали стоя до собралась очень собралось много людей космонавтов всегда встречали торжественно люди добровольно приходили вход в кремль был свободный за некоторое время до этой до этих событий в москву прилетел он летел на самолете террорист дезертир младший лейтенант советской армии служил под ленинградом в часть он похитил два пистолета четыре обоймы опять же рамок не было форме войну через смотрели вот а в москве у него жил родственник сотрудник милиции он украл у него форму переоделся и выставляли где собиралась большая толпа людей выставляли милицейское оцепление ну чтобы люди не бегали перед машинами и он недолго думая приехал в кремль на территорию и стал милицейское оцепление ему повезло он попал между двух подразделений поэтому все думали что не знают в лицо что у нас соседнего вел он себя совершенно естественно расставлял людей там не вызвал ни малейших подозрений шла трансляция как где находится кортеж то есть это все было на громкой связи все слышали о трансляции получалось что леонид ильич брежен хитва втором автомобиле то есть космонавты сначала и второе кортеж вообще был очень длинный вот и когда вторая машина с ним поравнялась он с двух рук обнажил пистолет и с двух рук и обстрелял и 11 раз попал автомобиль шоферу гона основной шофер гона или афиме жарков от полученного ранения через восемь дней умер космонавты во второй машине не было брежнева но были космонавты которые участвовали во встрече это терешков береговой николаев и леонов пепельный сон прострелил прям перед леонов космонавты которые были машине огнестрельных ранений получили их посекло только стеклами вот а первые на ситуацию с реагируем циклист почетного эскорта василий честь зацепилов он циклистов есть задача сбивать опасность но василий аксич такой возможности не было очень плотно люди стояли было металлическое ограждение он подъехал и закрыл собой кортеж получил пулю в грудь пуле по счастью прошла по касательной вот но выполнил свою задачу когда у него спросили думал ли как он поступить ему в этой сложной история он сказал что я ни о чем не думал я знал что мне делать то есть они максимально тренированы вот они не так часто используются почетный эскорт но тренировки на что в голове ты был у этого ту 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 ну он сумасшедший он не был как бы осужден потому что он признан невменяемым а он даже каких интервью там в перестройку давал когда его выпустили причем вот показательно да что леонидович брежнев был фронтовик и он по пути покушения не испугался брежнев броневики не пересел вообще отчаянно смеялся человек легенды ходит легенды до любил скорость бешеную даже его прикрепленный сотрудник охраны когда там книжку писал про свою жизнь он говорил что написал что брежнева приходилось защищать не от внешних факторов а скорее всего от него самого себя выступался в шторм в море гонялся за раненым кабанами то есть вот эти баки что ему на охотах привязли кабана к дереву что он попал отличный шофер отличный стрелок то есть и ну на самом деле безумно храбый человек история история ну вот следующая версия лимузинов до кабриолетов это фейслифтинг предыдущей модели кстати могу сказать что удачный реально удачный что-то в этих лимузинах стало более благородное такое на самом деле видим оттепель судя по всему в дизайне тоже отразилось если я не ошибаюсь вы говорили что это последний семиместный кабриолет до который существовал на планете земля а история история я так понимаю это ручка чтобы могли держаться пассажиры когда стоят ох многие бы девчонки очень бы обрадовались подобные ручки в кабриолетах и соответственно механизм складывания крыши прикуриватель зеленые козырьки боже мой какой же это кайф и что не говорите выдержано все достаточно гармоничных цветах несмотря на то что все это выглядит как-то бунтарский но кайф достаточно серьезный я не знаю здесь должен быть хромирован или белый каркас мне все-таки кажется он должен быть белым потому что очень сильно гармонирует вот этот вот цвет и белый каркас не знаю предполагаю ну и опять же органы управления как на лимузине зил 114 персональный автомобиль леонида ильича брежнева какого года на первые опытные образцы сделали в шестьдесят седьмом году машину начала производства и приурочили это как у нас любили делать к 50-летию или к октябрьской революции это вот первый самостоятельный дизайн зила больше нет оглядки на американскую моду то есть машина получилась строго элегантная несмотря на то что на больше шести метров в длину но выглядит она достаточно так легко большая площадь остекления напомню что леонид ильич брежнев был фронтовиком он попытки покушения не испугался и бронированными машинами на территории ссср не пользовался вот первые проектные работы по бронированию машину как раз с этим автомобилем связаны но дальше чертежей дело не пошло то есть ни одну машину бронированную в этом кузове не сделаны и еще одна такая маленькая отсылка в историю по поводу леонида ильича брежнева у него в семьдесят четвертом году во время поездки в монголию случилось первое нарушение мозгового кровообращения и в семьдесят пятом году на зиле делают а вот в этом кузове универсал назначение машины как бы не афишировали это была медицинская машина где-то в конце кортежа типу скорой это скоростная скорая помощь то есть очень быстро который может доставить когда рассчитываются поездки руководителей особенно если они не постоянные до дома работы дом работа какие-то дальние всегда на маршруте еще находят больницы и освобождают одну из от то есть но прорабатывается все и вот в каждом кузове делали вот такие митинские машины связано это с имя леонида ильича брежнева но он всегда должен все плохо чувствовал начиная 74 года у него до 74 года абсолютно активный здоровый человек абсолютно смелый охотник стрелок коллекция своих машин как он ездил но настолько лихо ездил но многие вспоминают многие вот это наша машина она одна из первых то есть в таком варианте исполнения не так много машин осталось вот самое начало номер кузова это шасси 25 машина сразу сделал в 69 году уехала в гдр а 71 год это да а почему с история мы помогали союзом государством и 71 года она обслуживала эриха хонокера до вышло она машина с истории на такая уходи сказать что на этой машине ездил хенокер так точно руководитель гдр его алексей викторович у меня несколький диссонанс я понимаю для чего это очевидно для ключа чтобы открыть закрыть дверь правую дверь на левой двери тоже есть замок на водительской это все очевидно не очевидно другое почему на задней правой двери замок есть а на задней левой двери замка нет вообще я не понимаю какой смысл устанавливать на одну на заднюю правую дверь замок я тоже не совсем понимаю какую практическую ценность имел это замок но замок перешел на задние двери и на следующую модель стоялся он только справа а потом он как бы сейчас то есть для чего это сделано я ну не вижу практической ценности этого замка ну видимо было какое-то логическое обоснование но тем не менее вот от этих ручек отказались тоже требования гаража особого назначения были опасения уже там и 80-е буду что какие-то там противники ссср могут себя приковать наручниками то есть когда гребаные как активисты ну они как активисты в то время как бы в дорогих странах дорогих заботах партнеров всегда находились люди которые не очень хорошо относится нашему государству с этим тяжело спорить здравствуйте ну чтож пройдемте вы знаете я сейчас захожу в эту машину я захожу вновь в историю потому что на этой машине ездил хенокер ничего себе алексей викторович я потрясающее ощущение я посидел в автомобиле товарища сталина более того посидел на месте товарища сталина тяжело тяжело прям очень тяжело чувствуешь какой груз ответственности на тебя давит на вот здесь вот я сижу где эрик хенокер и сразу вспоминаю берлинскую стену и граффити но хенокер как бы очень ревностно относился к леониду личу брежневу старался как бы набиться в друзья то есть самый близкий человек но понятное дело что страны восточного блока лидер леонид лечебрежнев не только лидер ссср но и лидер всех союзных государств очень видно вот чтобы приблизиться к нему он как бы ну стремился быть ближе к нему всегда но на самом деле вот так по истории выходит что больше всего леонид лечебрежнев дружил с густом гусском руководитель ссср поэтому не знаю какие ощущения могут быть а хенокере но ходят слухи что он был тот еще редиска назовем так музей у нас вне политики мы не даем характеристики согласен согласен вот а история создания вот этой машина такая необычная то есть это по сути 114 только не лимузина седан машина короче госзаказа на эту машину не было машину сделали при таком генеральном директоре павле дмитриевич и бородине ты его скажем так инициатива он хотел расширить производство чтобы удешевить стоимость каждого экземпляра то есть машины ручной сборки вот и достаточно хитро поступил бородин 1 на образец машины покрасили вишневый цвет любимый цвет леонида лечебрежного при ему понравилось вот он осмотрел леонид ильич коллекционировал мощные скоростные машины ему понравился 1 серийная машина в ссср которая не на полигоне а на дорогах общего пользы превысил 200 километров в час то есть машина сопровождения как она использовалась и вот эта наша машина на тоже с история это 48 кузов и прям в карточке на эту машину написано директорская то есть эта машина как раз упал дмитриевич и бородина он был членом цк кпсс но не был членом полетбюро поэтому седан полетбюро на лимузинах то ли он за рулем ездил и так понимаю нет конечно нет ну так мало ли мало ли леонид ильич брежнев до любил садиться за руль но он был дисциплинированный на своей личной машину за руль садился на служебные и брежнев ездил на переднем сиденье долларом до дождите брежнев ездил на переднем сиденье посмотрите можно найти хронику открывал окно тоже приветствовал людей во время зарубежных поездок садился вперед его прикрепленные сотрудник охраны ходился на старпантине за ним на откидом сиденья то есть эта схема работала почти до конца его жизнь леонид ильич красавчик ну вот про особенности раннего кузова вот такой вот как бы чехол который закрывает часть заднего колеса это только относится к ранним кузовам в гараже особого назначения схему не любили потому что сложно было менять колеса аналогично надо было же демонтировать я так понимаю перед тем как поменять крышу и на пас на следующий скажем модификации этой машины уже от нее отказались вот в этом кубе любопытный экспонат это экранированная проводка системы сжигания то есть свой трамблер распределитель делалось это для того чтобы избежать помех специальной правительной связи первые машину были сделал 114 у первых машин с такой проводка даже был свой индекс 114 е а потом впоследствии уже на следующих моделях сделал стал ставить штатно экранированную проводку пульси викторович я вам безумно благодарен за то что вы сегодня рассказали но я испытываю смешанные чувства потому что это же не просто автомобили это автомобили и судьбы людей конструкторов которые создавали эти машины судьбы людей которые на этих машинах передвигались то есть для кого эти машины были созданы и я могу сказать что судьбы тех и тех достаточно непросты ну да вот это автомобиль зил 4104 но я бы назвал на раз самым совершенным автомобилем зила самым главным автомобилем зила и несмотря на то что это величайший подъем зила то есть на свою гору и с этого машина началось как бы и опускание зила то есть он стал не пошел он дальше по пути серьезной модернизации все последующие автомобили делалось на базе этого машины в основном это тоже фейслифтинг к сожалению вот эта вот история 78 года она тут и он же и пик и он же начало спуска да здесь на самом деле совершенно ничего добавить но любая история все таки идет по спирали и очередная спираль заканчивает свой виток и я думаю что следующее видео я буду очень признателен если вы посвятите меня в секреты ауруса а я считаю что это именно новый виток спирали давайте на этой позитивной ноте и закончим я очень вас благодарю только помните осторожно у меня швы мы побывали с вами в музее гаража особого назначения будете в москве на в днх обязательно загляните не пожалеете потому что в рамках этого видео рассказать всего невозможно а здесь огромнейшая экспозиция не только автомобилей но и многого-многого другого приходите сами и расскажите детям будет интересно спасибо